Глава КОМИ Владимир Уйба подвел итоги первого года работы в должности и обозначил пять стратегических направлений развития региона. Основными названы диверсификация экономики и увеличение налоговой базы. Республика должна стать привлекательной для инвесторов, и для этого правительство создает условия. Алексей Корчма знает подробности. Пандемия коронавируса подкосила экономику региона. Со снижением мировых цен на углеводороды доходы бюджета КОМИ упали на треть. Плюс ковидная ситуация. Пришлось изыскивать дополнительные резервы на борьбу с пандемией. Сейчас необходимо выравнивать финансовый дисбаланс и подумать на среднесрочную перспективу. Глава КОМИ Владимир Уйба называет ряд стратегических направлений. Первое. Сделать республику привлекательной для того, чтобы каждый мог найти высоко квалифицированное и высоко оплачиваемое рабочее место. Наша задача – создать для этого все условия. При этом мы понимаем, что проблемы, копившиеся многие годы в виде отсутствия дорог, школ, больниц, газа, вода и теплоснабжения – все это невозможно решить за один год. Но можно заложить основы для такого разворота. Максимально диверсифицировать экономику и слезть уже, наконец, с нефтяной иглы. Республика должна получать доходы не только от нефти и газа. Необходимо открывать новые производства. И, что самое важное, повышать долю глубокой переработки во всех отраслях. Третье. Максимально расширить импортозамещение, чтобы сохранить и приумножить налоговую базу предприятий, зависимых в настоящее время от импортных компонентов. Налоговую базу для формирования нашего республиканского и местных бюджетов, которые сегодня ориентированы на решение накопившихся за последние годы социальных задач. Все внимание экономике в Коми разработана стратегия развития до 2035 года. Одна из главных задач – сокращение оттока населения. Цель, объявленная Владимиром Уйба – создание до 10 тысяч технологических рабочих мест в ближайшие пять лет. Основная проблема, я думаю, как и у нас в районе, так и в республике – это именно отсутствие рабочих мест для молодежи. Молодежь учится, и молодежь уезжает. Только при наличии рабочих мест и, соответственно, оплачиваемой работы, высокооплачиваемой работы, наша молодежь будет оставаться здесь и создавать свои семьи, продолжать жизнь в нашей республике. Вместе с экономическим ростом непременно последует и социальное развитие, уверен председатель Госсовета Коми Сергей Усачев. Для бизнеса необходимо создавать привлекательные условия, вводить целый ряд преференций – люготы, налоговые кредиты, специальные контракты. Любая стратегия, она решается на местах. И мы, как народные избранники, ставим своей целью донести для каждого жителя республики суть экономических решений, которые предоставлены или которые разработаны главой республики Коми, правительством республики Коми, чтобы получить первое одобрение наших жителей, возможно, критику и, естественно, какие-то конструктивные предложения, которые будут учтены. Участие в федеральной программе развития Арктики даст мощную поддержку местному бизнесу. Благодаря совместной работе правительства и депутатов удалось добиться включения в состав Арктической зоны России Усинской, Инты и Уссиримского района. Объявлено о создании в Коми особой экономической зоны «Север». Идет работа по созданию лесопромышленного кластера. На очереди нефтегазовый кластер и технопарки на территории крупнейших городов республики. И это далеко не полный перечень того, на что были направлены мои усилия и усилия команды, с которой я работаю как на республиканском, так и на муниципальном уровне. Чтобы экономика региона разворачивалась от добычи в сторону других перспективных секторов. Чтобы наша налоговая база восстанавливалась. Чтобы росли доходы консолидированного бюджета. 70% которого идет на решение социальных задач. Подробнее о деятельности правительства Коми и задачах на среднесрочную перспективу Владимир Уйба расскажет в Госсовете. Ежегодный доклад главы республики запланирован на конец апреля. Алексей Корчма, телеканал Юрган.